Три простые истины, которые способны кардинально изменить жизнь. Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я хочу с вами поделиться тремя простыми истинами, которые действительно способны кардинально изменить жизнь. Я об этом могу говорить с абсолютной уверенностью, с стопроцентной уверенностью, потому что так произошло в моей жизни. И на первый взгляд может показаться, что это настолько банально и просто, и что же тут непонятного. Но на самом деле я всё больше убеждаюсь, что всё гениальное просто. Поэтому я уверена, что вот эти истины, я их не буду консервировать и хранить просто в себе. Мне очень захотелось записать это видео, и я решила себе не отказывать в этом удовольствии, потому что я думаю, что будут среди вас те люди, которые, во-первых, почему-то нажали на просмотр данного видео, значит, вы хотите перемен к лучшему. И, возможно, одно из моих вот этих осознаний также повлияет положительно и на вашу жизнь. Потому что в моей жизни произошли, начали происходить, и, ну, соответственно, да, я вижу эти грандиозные перемены, как в финансовой стороне, то есть стало лучше, да, и так и в общении с другими людьми, в выстраивании отношений с другими людьми. А вся наша жизнь — это построение отношений. То есть если ты становишься более общительным, коммуникабельным, ты лучше начинаешь понимать людей, тебе легче становится выстраивать отношения, у тебя в жизни всё налаживается. Налаживаются финансы, налаживаются построения бизнеса, налаживаются личная жизнь. То есть во всех сферах это как бы полезно. Поэтому я делюсь моими осознаниями, они произошли ни сегодня, ни вчера. Но я точно знаю, что на базе этих осознаний у меня точно произошли положительные изменения во всех сферах жизни. Я могу уверенно говорить, что это и в финансовой сфере, то есть это ценности на тысячи долларов, так точно. И, конечно, построение отношений как внутри семьи, так и, ну, так сказать, за пределами семьи. Итак, первое осознание — это то, что, знаете, когда я была ребёнком, когда я, ну, допустим, да, пусть будет, когда я была ребёнком, у меня тогда точно было убеждение, я думала, что взрослым человек становится в какой-то определённый момент. То есть, ну, с детства, да, нам кажется, что в 20 лет это уже дяди, тёти, которые вот они уже взрослые, они уже что-то знают, они уже там обучились чему-то, и вот человек уже взрослый, он, ну, как-то мы по-детски это оцениваем. Потом по мере взросления, когда я остановила взросление, вот этот период я уже стала замечать, что в 20 лет, наверное, это ещё не совсем человек взрослый, это взросление происходит, наверное, в 25 лет. Ну, то есть, у нас какие-то у нас представления о том, что вот они взрослые, они там поженились, или вот они взрослые, он там, он, кто-то взрослый, он начал свой бизнес. То есть, у меня было такое представление, что в какой-то момент происходит вот это взросление, человек такой уже взрослый. Моё осознание, которое помогло мне в построении отношений и в, ну, как я уже сказала, как следствие и зарабатывании денег, это то, что вот этот момент никогда не наступает. В, так сказать, ввиду моей деятельности, моего любимого сетевого бизнеса, я общаюсь с людьми абсолютно разного возраста. Это и люди около 20 лет, и 30, и 40, и 50, и 60, и, ну, в общем, абсолютно все возраста. И я понимаю, что вот этот момент взросления, он не наступает никогда. Смотрите, большинство людей заканчивают своё развитие, как бы это грустно ни звучало, но заканчивают его... Кто-то после школы больше никогда в жизни не берёт книжку, кто-то... Книжку в руки, да? Кто-то подсаживается на просмотр телевизора, кто-то... Ну, в общем, большинство людей не продолжают развиваться. И зачастую те страхи, те убеждения, те ценности, которые заложены в детстве, они у человека и остаются, на протяжении всей жизни. Соответственно, на базе этих страхов, этих убеждений, человек действует всю свою жизнь. И бывает, общаясь с человеком, ему 50, 60, ну, пусть ему 40, пусть ему 30 лет, но ты понимаешь, что он говорит, основываясь на том страхе, который там... Его в 5 лет собака напугала, гавкнула где-то собака под забором, и он и в 30, и в 30, и 40, и 50 лет продолжает бояться собак. И это касается всего остального. То есть я в какой-то момент осознала и прочувствовала, что люди остаются с теми убеждениями, которые у них есть. И знаете, насколько это полезно осознание? Когда ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что... искренне понимаешь, что каждый человек, у него внутри сидит ребёнок, тот же ребёнок, которому 5 лет, которому там 3 годика. И этот же человек, он нуждается сейчас в заботе, он нуждается в поддержке, он нуждается в каком-то направлении. И вот кажется, что это так просто, но иногда мы оцениваем, ну, блин, ну это же взрослый человек, что он не понимает? А на самом деле не наступает вот этот момент взросления. Каждый человек остаётся... Ну вот, знаете, когда я начала смотреть на людей, на то, что это маленький ребёнок внутри, и ему сейчас нужно где-то помочь, где-то подсказать. Каждый человек нуждается в любви. Очень многим людям не хватило любви в детстве. Ну, у каждого своя какая-то ситуация. Когда я это поняла, я проще стала относиться к, ну, на первый взгляд, к каким-то странным высказываниям людей, которому ему уже на пенсию пора, он до сих пор, ну вот, у него бывают такие вот детские, ну, высказывания, что ли. Тебе кажется, что это и так понятно, а ему это непонятно. У него, он не развивался в том направлении, в котором развивался ты. И если ты его можешь в этом направлении поддержать, just do it, просто сделай это. Это тебе поможет стать другом для человека. Не важно, это человек, он тебе старший, младший. У каждого человека, каждый раз вы общаетесь с человеком, который на самом деле внутри остался тем же ребёнком, которым он был там несколько лет назад. Это первое моё осознание. Второе. У меня это произошло во время того, когда я в самом начале начала развиваться в бизнесе. У нас, ну, так как я начала бизнесом заниматься уже после, сразу после университета, до этого я закончила педагогический колледж, где нам нужно было чётко составлять план каждого урока. Всё должно было быть чётко по плану. Цель, план, полностью расписанный урок. И после этого я получила высшее второе образование. И до сих пор, кстати, я люблю, чтобы было всё чётко, структурировано, конкретно, понятно, спланировано и реализовано. И вот тогда я пришла в, как это сказать, в команду, в бизнес-офис, в котором мне дали скрипты, которые последовательно нужно было выполнять. Но я помню моё осознание в какой-то момент, когда ко мне на встречу пришла женщина. Причём эти встречи я проводила, у нас офис был на третьем этаже, а предварительную встречу, быструю, такую пятиминутку, мне нужно было провести предварительно с человеком на первом этаже офиса. Я встречалась с человеком, общалась с ним, задавала несколько вопросов, если мне человек подходил, я с ним назначала вторую встречу, уже завтра в офисе. И мне нужно было ему, как я тогда понимала, задать чётко вот эти вот вопросы. И я помню, в какой-то момент, я делала, я много-много таких встреч проводила, и я вообще не зарабатывала деньги в течение первого года в бизнесе. И в какой-то момент ко мне пришла женщина, которая сказала, которая, я ей задала какой-то вопрос, и она мне начала на него отвечать. Обычно это так и происходило. Потом в конце я задавала следующий вопрос, и мне человек отвечал. А тут она мне начала отвечать, 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 а потом я вижу, она на меня смотрит, и как будто бы она мне в конце что-то, видимо, спросила, а я и не слушала, что она говорила. То есть у меня была задача просто с ней, просто выдать ей информацию и назначить следующую встречу. Я не особо, я вообще не слушала, что они мне там говорили. Друзья, это настолько простое осознание, но оно, оно просто перевернуло моё тогда жизнь, и оно не то, что жизнь перевернуло, у меня бизнес начал строиться. Понимаете? Я осознала на своём опыте, не то, что мне кто-то сказал, а я прям прочувствовала, блин, мне надо было слушать её, потому что она в конце что-то у меня спросила, я даже не знаю, что она мне там отвечала. У меня был настолько вот это вот заскриптовано, и я знаю, что люди приходят в бизнес и говорят, дайте мне скрипты, что говорить. Это понятно, я тоже такая же была, но ты никогда не знаешь, что тебе ответит человек. Поэтому для того, чтобы вместо того, чтобы планировать вот эту последовательность скриптов, нужно учиться слушать человека. у меня бизнес тогда начал строиться. Я сейчас говорю об этом, и я понимаю, что это настолько просто. Это касается не только бизнеса вообще. Я знаю, что многие люди так и живут в семьях, они никогда не слушают, они задают вопрос, и сами же, особенно это женщины касаются. Сама задала вопрос, сама ответила. И муж вообще думает, ты что спрашивала? Бывает с друзьями, мы так же общаемся. Встретился, выпалил всё, что у тебя там накопилось. Самому легче стало, а человеку вообще приятно с тобой общаться было. А мы потом удивляемся, почему ты поговорил с человеком, он потом трубку не берёт. Почему с друзьями, может быть, не такие отношения, почему новые друзья не появляются. Потому что слушать надо того, кто находится с другой стороны. Обратите внимание, что людей нужно слышать. Не просто слушать, вообще не просто передавать свою информацию. Не просто слушать, когда он там договорит, что вы знаете, есть ещё такое, сейчас быстрее бы он договорил, а то я забуду, я сейчас нет, мне надо ему следующее уже что-то сказать. Не просто говорить, не просто слушать, а нужно слышать. И когда ты слышишь, что он говорит, вообще жизнь меняется. Так у тебя появляются друзья, так у тебя появляются партнёры, так у тебя выстраиваются отношения, так у тебя строится семья, так у тебя строится бизнес, всё налаживается. Это второе. И третье, о чем хочу с тобой поделиться, это осознание того, что всё, что находится в твоей голове, всё, что ты прокручиваешь, каждая мысль, каждый образ становится твоей реальностью. Почему говорится, что то, чего боимся, с тем и сталкиваемся? Потому что тот, кто чего-то боится, он прокручивает вот эти вот картинки в своей голове, они материализуются. Я не знаю, как это работает, но это работает. Я знаю это на примере вот этих негативных образов из моего окружения у людей. Я не знаю, когда это начало происходить со мной. По моим наблюдениям я обращала внимание на то, о чем я думаю. Я училась как-то программировать то, что будет происходить со мной, ещё до того, как я прочитала первую книгу в этом направлении «По осознание может всё». Если ты ещё её не читал, очень рекомендую, Джон Кеха. Но когда я прочитала эту книгу, я поняла, что я же уже этим пользуюсь, я это уже знаю. И дальше я начала ещё больше за этим наблюдать. И уже, как говорится на украинском, остаточно, абсолютно убедилась, что все убеждения, которые ты прокручиваешь в голове, они становятся реальностью. У меня есть масса примеров положительных. То есть, когда я начинаю какую-то деятельность, допустим, я планирую провести определённое количество бизнес-встреч, и я рисую эти картинки в своей голове, я рисую положительный исход, и так это и происходит. Когда я планирую финансы, у меня это так и происходит. Когда я планирую какие-то путешествия, это так и происходит. Поэтому я могу со стопроцентной уверенностью тебе сказать, что то, о чём ты думаешь, то происходит в твоей жизни. То, чего мы боимся, то происходит в твоей жизни. Те образы, которые крутятся у тебя в голове, происходят в твоей жизни. И обрати внимание, это какие-то страхи или это конструктив? Это какие-то мечты или это ожидание того, что хоть бы хуже не было, и ты вот это хуже ещё рисуешь? Это постоянный просмотр новостей, которые рисуют вот эти образы. С этими образами человек ходит, и, конечно же, он это и привлекает в свою жизнь. Друзья мои, я вам искренне рекомендую обратить внимание на вот эти простые истины. Я знаю, что они простые, но они действительно меняют жизнь кардинальным образом во всех направлениях. Я знаю, что на базе вот этих осознаний у меня произошли колоссальные изменения в финансовой стороне. Я начала зарабатывать, когда я вообще ничего не зарабатывала. Я только начала заниматься бизнесом. Помните, я говорю, первый год и ничего не зарабатывала. После этого я начала постепенно зарабатывать тысячи долларов. То есть это фундамент для абсолютно выхода на новый уровень в финансовой сфере. Это фундамент для построения отношений внутри семьи и в целом для построения отношений с людьми. Если это видео было для тебя полезным, поставь, пожалуйста, лайк. Напиши в комментарии, какое из, возможно, моих осознаний тебе сейчас стало полезным, на что ты обратишь внимание. И если у тебя были похожи какие-то осознания, которые действительно повлияли на твою жизнь положительным образом, напиши, какие это были осознания. Возможно, кому-то из зрителей, кому-то из комментаторов будет полезно и твое осознание. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Если считаешь, что это видео полезно, может быть кому-то из твоих друзей нажимать, поделиться и делись со своими друзьями, чем больше людей посмотрят это видео, соответственно, тем больше счастливых, успешных людей будет в нашем окружении. Таким образом, мы можем сделать жизни людей лучше и в целом жизнь людей в мире лучше. Еще раз благодарю за то, что досмотрела это видео до конца. На связи с тобой была Ольга Барабанова. До встречи в следующем полезном видео. Пока!